Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики! Продолжаю свою небольшую, но очень необходимую серию из различных народных рецептов помощи женщинам при растяжках. Конечно же, практически более 50% женщин после родов и в других подобных ситуациях получают неприятные растяжки. И многих это очень сильно тревожит, так как растяжки находятся на самых привлекательных местах. И это очень некрасиво. Бороться с ними можно. Конечно же, нужно применять различные рецепты. Какие-то очень хорошие аптечные препараты обязательно. Один, два или даже три препарата мази. Пятевые рецепты. А также приготовленные собственноручно такие же мази. Если в аптечных препаратах там, как правило, используются синтетические различные компоненты, то домашние все мази, они бывают натуральные и очень эффективные. И сегодня я расскажу рецепт отличной мази, которую необходимо применять ежедневно. Естественно, никакие растяжки за два, за три, за четыре, даже за десять намазываний не пройдут. Необходимо ежедневно работать с данным рецептом, не прекращая и не пропуская. Через какое-то время, а все это будет зависеть от ширины вашей растяжки, от вашей кожи и так далее, от многих факторов, данные растяжки потихонечку будут нивелироваться, то есть становиться незаметными. Главное не сдаваться и кропотливо ежедневно делать себе эти и другие процедуры, а также применять аптечные эффективные хорошие мази. Все это в комплексе через месяц, два, три даст положительный результат. Другого выхода никакого нет. Есть еще аппаратные методы избавления от растяжек, но не очень дорогие. Их делают в хороших косметических салонах. Если у вас есть деньги, конечно же идите в эти салоны. Там это будет намного быстрее. За две, за три недели, за месяц вы можете избавиться от видимых растяжек. Если же у вас такого достаточного количества денег нет, придется кропотливо работать со всеми рецептами народной медицины, а также с аптечными препаратами. Итак, вернемся сегодня к рецепту данной мази. Что нам для нее необходимо? Первое. Необходимо достать качественное мумиё. Очень важно достать качественное мумиё. Качественное мумиё киргизское, алтайское. Покупать надо только у проверенных производителей. Потому что с рук, где-то по объявлениям, могут продавать просто суррогат. И он работать не будет вообще. Если вы вкупили в таблетках, сейчас я дам дозу, определенную дозу. Вы изготовьте данную мазь и будете просто заново-заново при необходимости ее доизготавливать. Берем 6 граммов мумиё. Ну вот в этой таблетке, вот этой таблетке, всего-навсего 0,2 грамма. А нам надо 6 граммов. Поэтому или достаточное количество таблеток, или если у вас вдруг какое-то качественное развесное мумиё, значит взвешиваем 6 граммов мумиё. Мумиё очень тяжело растворяется, поэтому не спешите, если оно долго растворяется, это нормально. Далее готовим соответствующую стеклянную посуду с хорошим широким горлом и качественной новой крышкой. Хранить такую мазь можно в принципе в прохладном месте. Если это зимой, например, на подоконнике. Если это летом, ну лучше хранить его в холодильнике, на нижней полке. Далее, следующий наш компонент. Это небольшое количество сока алоэ. Алоэ вера или столетника. Одна столовая ложка. Идеально бы было достать живой сок, то есть достать листы, обернуть их в белую бумагу, класть в холодильник на 7 дней, вынимать и потом выдавливать сок. В крайнем случае, если невозможно у вас где-то достать эти листы алоэ, значит можно купить алоэ в ампулах, в аптеке. Далее, необходимо в аптеке купить глицерин. В больших городах он продается в каждой аптеке. 30 мл глицерина. Далее, столько же кипяченой воды. И последний компонент. Это качественный мед. Желательно, конечно, достать прополисный мед или изготовить прополисный мед. Но подойдет, в принципе, и обычный мед. Одна столовая ложка. Все, все наши жидкости сначала друг в друге растворяем. Все это хорошо растворили. И тогда уже растворяем в этой массе наши мумии. Если у вас все как у меня крышка, просто забрасываем туда мумию, хорошо плотно закрываем. И вот так встряхиваем несколько раз. Все, положили на полчаса, на час. Через час опять взяли. И так это может продолжаться при большом количестве мумию. А у нас его 6 грамм. Может продолжаться несколько часов или даже целый день. Далее, отдельно от нашего зелья необходимо в это время, первый месяц, принимать мумию вовнутрь. Два раза в день берем 0,2 грамма. То есть, одну вот эту таблетку. Здесь 0,2 грамма, как я и говорил. Берем одну таблетку. Далее, берем кипяченую воду, 100-150 миллилитров. Кидаем туда эту таблетку. Хорошо, не спеша ее растворяем. И два раза в день до еды пьем. 30 дней. Потом необходимо сделать перерыв в 3 недели. И опять 30 дней пьем. При необходимости делаем третий раз. Перерыв в 4 недели. И третий курс пьем. В это время у нас есть зелье, которое ежедневно, без перерыва, необходимо применять наружно, на растяжке, до результатов. Как это правильно делать? Где находятся ваши растяжки? Хорошо моем этот участок. И немножечко делаем массажное движение. Чтобы в этом месте кожа прогрелась и поры расширились. Далее просто берем косметический диск или кусочек марли. Макаем в наш вот этот раствор. Хорошо его перед применением разболтайте. И просто вот так сверху наносим хорошо, обильно, один раз эту смесь, эту жидкую мазь. Все в этом состоянии необходимо, чтобы все просохло. Ходим в таком состоянии 4 часа. Потом можно все это смыть. И так ежедневно до результатов. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить, написать комментарий, а также поделиться этим роликом со своими друзьями. Они также хотят быть здоровыми. До новых встреч на моем канале. И встретимся еще.